Особое мнение на 101FM Мы переходим к темам и начнем с темы пересадочных тарифов, пересадочных талонов С 1 марта пересадочный тариф действует на постоянной основе, сообщает нам сайт городской администрации Я хочу напомнить, что с 1 февраля у нас пересадочный тариф был введен И, как докладывает центральная диспетчерская служба, на сегодняшний день воспользовались пересадочным тарифом 63 пассажира Это, собственно говоря, дало администрации повод заявить, что услуга пользуется спросом, она популярна И решено, собственно говоря, оставить ее на постоянной основе, внедрить ее и продолжать по ней работать У меня вопрос. Вот 63 пассажира в полумиллионном городе. Это действительно такая популярная услуга, которую не стоит менять, стоит внедрить и говорить, что у нас спрос есть? У нас чиновники не привыкли признавать свои ошибки И это еще раз подтверждает, когда говорят, что 63 пассажира, эта услуга пользуется спросом Это говорит о том, что они не привыкли признать свои ошибки и сказать на сегодняшний день, да, мы были в чем-то неправы И никакой пересадочный тариф городу Кирова, особенно пересадочный тариф при существующей схеме движения общественного транспорта, он не нужен Что такое 63 пассажира, которые сейчас пользуются пересадочным тарифом? Это даже не один процент от общего объема тех пассажиров, которые ездят в общественном транспорте Ну что смеяться-то? Вот этим пресс-релизом, да, или как бы со стороны администрации, это просто смех И кто сейчас может его прочитать, он просто скажет, ну что, какая-то услуга пользуется спросом Она не пользуется спросом, эта услуга провалилась просто-напросто на сегодняшний день И ее надо либо отменять, либо оставить, как она есть Ну есть и есть, но кто-то будет пользоваться, да Ну подождите, за выпуск пластиковых карт, я так понимаю, что это же все оплачивается? Да, конечно, это все бюджетные деньги И вот с Олега Симакова, руководителя ЦДС, я бы спросил, сколько денег потрачено, да, и куда они потрачены И кто все-таки согласился потратить эти деньги, кто подписал это все И пусть он берет на себя личную ответственность, как руководитель на сегодняшний день И кто-то из администрации должен на себя взять ответственность за трату бюджетных денежных средств На выпуск вот этих карт по пересадочному тарифу, потому что, на мой взгляд, услуга провалилась Ну вот вы месяц назад эту историю уже обсуждали в этой студии Вы сказали, что в действующей маршрутной сети пересадочные тарифы нам не нужны Если уж там и сохранять, то как минимум должно быть 60 минут на пересадку Но я так понимаю, что раз уж администрация говорит, что все хорошо, менять ничего не будут Все-таки, стоит ли эту систему доработать или стоит ее отменить совсем? Она не работает, мы с вами видим, что такое 63 человека То есть мы ее должны полностью отменить? Да, ее надо полностью отменять и все-таки спросить, а сколько денег потрачено? Ну подождите, 63 человека, 63 пассажира тоже люди Которые тоже пользуются услугами и может быть нужны пересадки Либо полностью отменить, либо второй взгляд, оставить как есть, но не говорить об этом, что эта услуга пользуется спросом Она не пользуется спросом, либо начинать, как делают это коммерческие компании, искать варианты, чтобы эта услуга пользоваться спросом А это либо тренировать тариф, каким-то образом изменять этот тариф Как правильно, увеличивать время проезда, например, по пересадочному тарифу Либо уменьшать сумму пересадочного тарифа Это позволительно, потому что у нас основной тариф на сегодняшнее время 26 рублей, который признан РСТ А все дальше, все что ниже, там можно же сделать пересадочный тариф 25 рублей, а не 60 и там не 50 25 за две поездки Да, конечно, пусть сделают 25, я думаю, много кто начнет пользоваться И там сразу не 63 пассажира появятся, а 630 пассажиров и того еще больше А когда сейчас там предлагают просто-напросто в два раза заплатить, никто не пользуется этой услугой Мы с вами все все-таки понимаем Ну а как вам такое предложение? Вот в комментариях к этим новостям я прочитала, что жители предлагают Вот зашел ты в один автобус, заплатил 26 рублей, успел пересесть, условно говоря, в течение получаса, доплатил там 8 рублей Не успел, платишь снова 26, вот может быть такую систему стоит внедрить? Любую систему, но надо что-то менять Мы же сами видим, понимаете, как бы, если услугой не пользуются, значит, услуга неправильно предоставлена гражданину Значит, он считает, либо это стоит дорого, либо время пересадки это намного больше Значит, в данной ситуации надо что-то поменять Вы как общественники можете вмешаться в эту ситуацию, поменять? Конечно, со своей стороны мы этот вопрос в ближайшее время обсудим В рамках, опять же, рабочей группы при общественной палате И вынесем какое-то предложение для администрации в данной ситуации Потому что у нас и Денис Пылок входит в рабочую группу, который является экспертом и руководителем ОТП Я думаю, что мы его мнение тоже спросим на сегодняшний день И что он скажет по данному пересадочному тарифу? Может, есть какие-то другие предложения? Давайте к другой теме перейдем Верховный суд признал незаконным строительство мусорного полигона В Осенцах, указав, что разрешение на строительство первой и второй очереди Выдано незаконно Я не очень понимаю, как дальше будет ситуация развиваться Потому что Верховный суд, это, по сути, у нас последняя инстанция Крупных полигонов при этом у нас вблизи города нет Из открытых и работающих Сколько там полигон в Лубягино еще будет принимать, тоже неизвестно Раз уж разрешение незаконно Выдано незаконно Что нам дальше теперь с этой ситуацией делать? Куда весь этот мусор везти, если полигон все-таки там будет закрыт? Я больших проблем сейчас на сегодняшний день не вижу С учетом того, что полигон эксплуатируется, полигон работает Верховный суд вынес только разрешение Отмене разрешения на строительство Сейчас надо ждать дальнейшее решение суда По поводу отмены ввода в эксплуатацию данного полигона Сейчас по этой ситуации тоже идет процесс Да, по этой ситуации будет процесс Процесс понятный Пусть даже процесс обжалуют на сегодняшний день Что значит понятный? То есть вы понимаете, что будет вынесено решение о том, что ввод незаконно? Конечно, давайте так Верховный суд постановил, что разрешение выдано на строительство данного объекта незаконно Значит, автоматически получается И ввод в эксплуатации данного объекта Он тоже выдан незаконно Просто надо сейчас дождаться решения суда Если администрация, собственники полигона пойдут до Верховного суда Просто будут процессуальные какие-то сроки Этот процесс просто растянется Ну да, это процесс Полигон будет действовать По сути, незаконный полигон будет работать Насколько он незаконный, это уже, конечно, суд решает Но если вот такое решение есть Что он незаконный, как объект строительства Как выдано разрешение на строительство Значит, он незаконный Если он незаконный, значит, он в ближайшее время когда-то закроется Ну вот смотрите, вчера в нашей студии был юрист Ян Шепотарев Он сказал, что если все вот эти недочеты убрать То, в принципе, разрешение будет признано законом Все в порядке, полигон будет работать Ну конечно, если убрать аэропорт Порошино Который ДСАФу принадлежит То все проблемы исчезнут моментально И в данной ситуации данная компания Может податься на новое разрешение на строительство Либо на изменение разрешения на строительство И получить, как бы все документы перевосстановить В данный момент Но с учетом той ситуации, которая сложилась Никто полигон, ой, аэропорт Порошино В Порошино, который никто никуда не уберет Потому что, чтобы его убрать Это должно быть решение Москвы Со стороны ДСАФа Ну в Москве, которая Да, плюс это аэропорт Минобороны Если что, все понимали, да Который внесен в карту Министерства обороны И здесь надо решение Минобороны Пока на сегодняшний день таких решений нету И я как вижу То есть этот вариант решения, он невозможен Ну в правительстве области этот вариант обсуждала с ДСАФом Ну видите, решения нету И аэропорт действует, и он работает Значит не договорились Значит не нашли общего понимания Так как аэропорт, он на сегодняшний день Он входит в карту Минобороны Дальше уж там не буду говорить Но вопрос в том, что он очень важный стратегический объект И если этот стратегический объект закрывать То значит где-то рядом должен открыться такой же стратегический объект Без разницы, что у него покрытие Самолеты могут садиться на любое покрытие Если захотеть Давайте перерыв сделаем Вернемся и продолжим Особое мнение на 101FM Особое мнение Константина Сичихина Мы обсуждаем ситуацию с полигоном в Осенцах Константин, все-таки Ваш прогноз, что будет с этим полигоном В условиях того, что сегодня принято решение суда Мой прогноз, он отработает свой эксплуатационный срок Какой? До конца этого года Примерно так, да То есть первая карта до конца этого года Должна выработать свой ресурс, закрыться Что дальше? А дальше? Все это время она принимает, по вашим прогнозам Принимает мусор из Кирова Да, тот объем, который внесен в территориальную схему А дальше уже, это уже вопрос другого плана Дальше надо Министерству экологии А именно Ольге Викторовне Албеговой задуматься Куда же мы дальше мусор повезем Только по той причине, что Уже сегодня должны были Ну, по прогнозам, как это было еще года полтора назад Когда открывали первую карту Параллельно должны были строить вторую карту В рамках которого, как недавно было сказано Выдано разрешение на строительство И вторая карта должна была ввести Ее должны ввести были в эксплуатацию Но разрешение, я так понимаю, что Исходя из решения суда Теперь уже и по второй карте тоже признано незаконным Ну почему? Речь идет, ну, по крайней мере, из тех материалов СМИ Речь идет о двух картах СМИ много что могут говорить Да, на сегодняшний день У нас и выдано разрешение на строительство на вторую карту Которая официально нигде не отменена И это разрешение действует Вопрос, законно оно выдано, незаконно Это надо проверять Посмотреть надо, земельный участок На какую карту выдано Входит ли он в зону действия аэропорта Порошина Если оно входит в зону действия аэропорта Порошина Это те самые 15 километров Это те самые 15 километров Значит, история у нас повторится Примерно по такому же сценарию По которому сейчас все происходит Вопрос, выдадут ли ввод в эксплуатацию потом Вот это уже будет другой разговор И другая ситуация Только по той причине, что уже будут два решения суда Если информация может подтвердиться по второй карте Что он входит в зону аэропорта Порошина То я не думаю, что власти Слободского района Осмелятся по решению Ну, с учетом сложившейся ситуации Выдать разрешение на эксплуатацию данного полигона в дальнейшем Хорошо, вот они не выдают разрешение Что мы делаем с мусором? Что мы делаем с мусором? Мы распределяем по тем полигонам Которые у нас существуют в Кировской области Они у нас есть Не все так потеряно, не все так плохо Проблема в том, что эти полигоны За счет объема города Кирова У них срок эксплуатации резко сократится Ну, давайте будем откровенны У нас вблизи Кирова нет полигонов больших Кроме вот 80 Ну, нет, у нас больших Таких больших, конечно, нет Но есть полигон в Оречевском районе Это порядка там 70-60 километров Лубягина еще Сколько бедный ГУГУС-то может принимать Вы сами месяц назад в эфире сказали Что Лубягина срок эксплуатации Да, я и говорю С учетом того, что мусор из Кирова повезут Его хватит на сколько? На месяц? Так его даже не на месяц, на неделю Ну, мы же с вами разговариваем о том, что у нас есть Да, у нас есть Лубягина Оно есть на сегодняшний день Да, оно никуда не делось, этот полигон Да, у нас есть полигон После Кирова-Чепецка У нас есть полигон в Зуевке Если мы берем радиус порядка 100 километров Да, если у нас есть закрытый, ну, на мой взгляд, можно ввести его в эксплуатацию Это Перекопский полигон, который, опять же, находится в Кирове-Чепецком районе Не доезжая до Кирова-Чепецка Как мне известно, на нем документы, все в порядке Просто в свое время его при поддержке Министерства экологии закрыли Про это была большая шумиха Протом он не выработал свой ресурс Ну, там, как мне же опять известно Там были сделаны экспертные заключения Экспертных организаций, да Которые показали, что на сегодняшний день данный полигон объем накопления не выработал И можно еще накапливать Вопрос тут больше политически Вопрос в том, насколько правительство в лице министерства согласится на изменение карты размещения отходов Территориальной схемы размещения отходов И изменение потоков данного перемещения отходов, а именно мусора Ну, слушайте, это большая достаточно работа Все это пересмотреть, внести изменения в карту Мне вот интересно, жители, как это все воспримут Там того же Оречевского района, того же Слободского района, Кирово-Чепецкого района Я не думаю, что они будут рады этому мусору из Кирова Конечно, они не будут рады этому мусору из Кирова Да, как бы тут Что скрывать-то Потому что они должны понимать, что полигоны куда повезут Значит, их срок эксплуатации сократится Но давайте не будем забывать, что у нас есть единый тариф Без разницы Полигон будет в Оречевском районе эксплуатироваться и закроется Полигон будет в Налиинском районе Все платят примерно одинаково Все зависит от того Подождите, но это пока Можно тариф пересмотреть и там на 2021 год внести изменения И мы будем платить уже совсем по-другому Мы будем платить все Так все будут платить по-другому, да Из-за проблем города Кирова вся область будет платить по-другому Почему? Только по той причине, что если мы будем пересматривать схему движения мусора Проще сказать, да И начнем возить там не в Осенце, а еще куда-то дальше Вплоть до Афанасьева, да К примеру, да То понятно, что тариф на транспортировку данного отхода вырастет в разы А значит он в дальнейшем ляжет в рамках тарифа Уже там на 2021-2022 год Значит, из-за этой проблемы по Осенцам будут все платить вся область Ну хорошо, тогда у меня вопрос Когда полигон вводился в эксплуатацию Наш министр ЖКХ Игорь Редькин говорил о том, что все хорошо Объект прошел там всю необходимую государственную экологическую экспертизу Что неоднократно проводились проверки, что все в порядке Вот кто-то из людей, кто подписал эти документы Или сами эти ведомства Они понесут вот за то, что у нас сейчас такая ситуация И что полигон, возможно, будет закрыт И нужно будет вообще пересматривать всю схему Понесут ли они какую-то ответственность за это? Это же конкретные люди подписали эти экспертизы У нас из практики никто ответственность практически не несет Особенно из чиновников Максимум дисциплинарную какую-то В редких случаях уголовную Я посчитал, что в данной ситуации они должны нести уголовную ответственность За сложившую ситуацию, которая возникла в Кировской области Особенно с городом Кировом Сложившую ситуацию с полигоном Осенце Только по той причине, что это показывает некомпетентность тех сотрудников Тех чиновников, которые, во-первых, выдавали разрешение на строительство Проверяли эти документы Выдавали экспертизу на данные объекты И вводили его в эксплуатацию Если бы это все было сделано правильно и грамотно в самом начале И проанализированы все варианты решения вопроса То мы бы не пришли с вами к решению Верховного суда И этот полигон не стал бы эксплуатироваться в том виде, в котором он сейчас есть Ну, оптимальный выход есть какой-то, на ваш взгляд? Оптимальный выход — пересматривать схему движения мусора, территориальную схему То есть на ваш взгляд все-таки отказаться от Осенцов Перестать его закрыть, оставить его в покое Вариантов их много, да Первый вариант — договариваться с ДСАФом Убирать аэропорт И вопрос будет снят полностью с повестки Второй вариант — искать где-то новое место под мусор Как у нас уже министерство начало этим заниматься Правительство области стало этим заниматься Но наткнулись на недовольство Лубягина Да и правильно, кому охота, чтобы... Нет, ну, подожди, там же ведь не полигон планируется Там планируется объект по сортировке Погодите, погодите Если вы там были на всех этих мероприятиях, на всех совещаниях, да Там четко прописано одна территория — полигон, вторая полигон... Существующий полигон? Нет, не существующий, новый полигон Там есть земельный участок, отведенный под полигон То есть под расширение действующего полигона? Или дополнительный полигон к объекту по сортировке мусора? Потому что никто никуда... Куда хвосты-то девать? Их куда повезешь? Не в осенцы же повезешь Потому что это намного дальше и намного... Ну, опять же, я же повтори все это, да Там четко в рамках разлинованного или как бы той схемы, которую предоставляли для общественного обсуждения, для рабочей группы, для активистов, да Там четко прописано, вот земельный участок под мусоросортировку, вот земельный участок под полигон Да, он там не настолько... Просто, насколько я помню, как раз речи о полигоне не было Ну, по крайней мере, в том... Нет, официально... Ну, официально этой речи, конечно, не было Но все там прописано, и все-все видели И полигон там будет И никуда мы без полигона не денемся У нас нет на сегодняшний день таких технологий мусоропереработки, чтобы мы мусор не оставляли... Ну, концы, как бы остаток мусора, да Не складировали где-либо Нет у нас таких технологий И нескоро мы к этим технологиям придем Поэтому без полигонов нам все равно не обойтись Значит, второй вариант Мы везем в Лубягино Ну, не в Лубягино Сейчас уже Лубягино не обсуждается Мы везем куда-то, где этот объект В ближайшее время быстрыми темпами будет построен, да Это реально быстрыми темпами построить? Ну, если захотеть, можно Ну, понятно, что это не за месяц, не за два, не за три Но хотя бы постараться за год-полтора Это реально построить, да За два это максимум Вот Это реально построить За это время можно мусор распределять по тем объектам, которые есть, да Ну, и посмотреть на те объекты, которые были закрыты По каким-либо причинам, да Эти объекты либо расконсервировать Потому что это законодательство нам позволяет отчасти это сейчас делать Даже можно, я думаю, что и Костина расконсервировать, если сильно захотеть Вот, и на какой-то период времени продлить жизнь Тех полигонов, которые находятся в удаленности от города Кирова Ну, и не случится мусорный коллапс Не случится все-таки, но хорошо Я не думаю, что он случится Как бы не вижу в этом большой проблемы На сегодняшний день не так Это вся ситуация потеряна У нас есть действующие полигоны, которые работают в районах Кировской области Есть полигоны, которые были законсервированы по каким-либо причинам, да Которые, там, этот же полигон в Перекопе, который Кирово-Чапецкого района, да Которые можно при хороших обстоятельствах расконсервировать и складировать туда отходы Вот вы сказали, что полигон в Лубягине уже якобы не рассматривается Не рассматривается вот эта территория для размещения там объекта, комплекса по сортировке Вот вопрос, вы вот в этом же эфире месяц назад сказали, что Министерство окружающей среды Объект в Лубягине вот эту вот территорию рассматривало, там, готовило, обсуждало из 2008 года 12 лет без малого Сейчас мы говорим о том, что в феврале прошла там встреча с общественниками Решили, что мы найдут какой-то другой участок За несколько месяцев, возможно ли это, 12 лет или несколько месяцев, возможно ли это история, что перенесут объект 12 лет, понимаете, это же как бы рывками 12 лет-то, да, там, когда-то захотели, потом забыли Каким-то образом в Осенцы повезли и решили в Осенцы построить, да, хотя у Ротгова был Лубягина И 12 лет назад, если бы объект начали строить, то и гражданская активность была намного меньше, да У нас не было столько социальных сетей, у нас не было столько различных мессенджеров, которые дают нам на сегодняшний день получать быструю информацию, да Я думаю, что 12 лет назад этот объект бы уже эксплуатировался и работал бы вовсю, если бы 12 лет назад захотели построить Сейчас, на сегодняшний день, с учетом положительной гражданской активности Радужного Лубягина и города Кирова, да То люди не дадут, просто не дадут построить данный объект В данном месте Вот недавно, вы сами в курсе уже, что люди подали документы на референдум Хотела вас спросить как раз, да Да, они подали документы на референдум и все движется к тому, что в рамках, опять же, законных оснований, без всяких протестов, да Люди будут добиваться, чтобы данного объекта на данной территории не было Хорошо, где он будет? Где-то он должен быть, где? Ну, где-то, пусть из закромов достают, Алла Викторовна в курсе, у нее есть закрома земельные участки, на которые они не хотели строить, да, я сейчас не буду называть там территории Она в курсе, спросите ее, где можно построить на сегодняшний день Данный объект строительства, ну, данный полигон, либо данные в мусоросортировочную станцию Есть ли они, эти земельные участки? И не так далеко от Кирова? Ну, понятно, что это не... Ну, мы можем сказать, что это за земельные участки? Ну, мы можем говорить о том, что они есть То есть, какие, где они, мы пока не знаем Нет, я про это пока помолчу, пусть они лучше сами вам расскажут Но они есть, да, они не прямо в городе Кирове находятся, да, но и подальше Лубягина они находятся, но они есть, эти земельные участки Просто надо постараться и поработать в этом направлении И снова мы придем к повышению тарифа? Да не придем мы к повышению тарифа Кто сказал, что мы должны прийти к повышению тарифа? Мы приходим к повышению... У нас, давайте не будем забывать, что в тарифе на мусора, на перевозку мусора очень большой коэффициент заложен Это инвестиционная программа полигонов осенцов Потому что, ну, самый большой тариф на размещение отходов, там, порядка 600 рублей за куп Вот, это очень большие деньги, потому что все остальные полигоны в районах получают, ну, максимум 100 рублей Константин, я предлагаю прерваться на рекламу, и мы договорим Общественник Константин Сичихин особое мнение свое высказывает Мы до перерыва, до рекламы начали говорить о том, что тариф, вероятно, не изменится Потому что есть инвестиционная составляющая полигона в осенцах Все-таки, Константин, в чем там дело? В чем дело тарифа? Почему не изменится тариф, на ваш взгляд, вот из-за этой инвестиционной составляющей? Тариф, он все равно будет меняться когда-либо, да Ну, просто вопрос встает в том, что на сегодняшний день большая инвестиционная составляющая заложена в тарифе В тарифе, за который люди платят, за мусор Это инвестиционная составляющая полигона осенцы Которая уже в том году была не выполнена на 50% из 200 миллионов Они только выполнили порядка 100 миллионов инвестиционной составляющей Уже в этом году это будет пересмотрено в рамках тарифа на 2021 год Вот 100 миллионов, которые в 2019 году были не выполнены Мы пойдем на понижение Мы пойдем на понижение за счет вот этих же невыполнений инвестиционной составляющей И в этом году, это уже на 2022 год, если они опять же не выполняют инвестиционную составляющую А они, мне кажется, не выполнят с учетом тех решений судов, которые на сегодняшний день есть То мы пойдем опять на понижение тарифа уже в 2021 год Я не говорю, что это резкие повышения, понижение 10-15-20% Но это какое-то понижение от той суммы, которая будет закладываться в рамках общего тарифа Да, это может 2-3%, на, считать, конкретно сейчас пока не скажу Но это существенно, это 100 миллионов рублей по каждому году, а может быть и больше Вот как-то так Если брать из тех объектов, которые на сегодняшний день будут строиться, наверное, да И в дальнейшем закладываются в инвест-программу, в тариф Ну, это долгая история Тут еще не раз в вашей студии, наверное, будем обсуждать, если это что-то такое появится Но пока на сегодняшний день загадывать хотя бы даже на полгода, на год вперед, я думаю, рано Давайте мы на этом тему полигонов и мусора закроем Перейдем к другой теме, к дорогам Вы эксперт у нас по дорогам Сейчас после такой теплой зимы наступила весна И все мы видим, в каком состоянии оказались наши улицы Мы все по ним ездим, все по ним ходим И на последнем заседании городской думы выступал начальник городского МВД Роман Сосновщенко И он сказал, что каждое второе ДТП, половина ДТП в городе Кирове происходит из-за плохих дорог Вот я, честно говоря, даже не знаю Вот у вас, как у специалиста в дорожной сфере, есть ли какое-то понимание, когда мы, наконец-то, придем к нормальным дорогам Когда их будут ремонтировать в этом году И есть у нас дороги, которые должны ремонтироваться по гарантийным обязательствам Будет ли это выполняться? Что сейчас происходит вообще в дорожной сфере? Когда мы придем к нормальной эксплуатации автомобильных дорог Что значит нормальная эксплуатация? Эксплуатация, это когда, опять же, ГИБДД выезжает на место, фиксирует ДТП по причине дорожного покрытия Я так понимаю, что они фиксируют и говорят, на основании чего они могут заявить, что у нас 50% Рассказывают, да, как бы ГИБДД, опять же, Роман Сосновщенко, еще кто-либо там Выезжают на место, фиксируют ДТП, на основании которого произошло ДТП произошло на основании плохого дорожного покрытия Яма глубокая, грубо, да, не по стандартам, как это требуется Они должны в данной ситуации написать бумажку Именно постановление, требование в УДПИ, в администрацию города о ликвидации данной ямочности И УДПИ в лице там заказчика, а дальнейшем подрядчика приблизительно ГДМС Должны выехать и в течение там трех дней ликвидировать данную ямочность Вот когда у нас будет вот эта система работать четко Сейчас она не работает Она не работает То есть мы фиксируем, ДТП произошло из-за плохой дороги И на этом все заканчивается, то есть дальше никакого пути не происходит На этом, я думаю, что ГИБДД свою функцию выполняет отчасти Они отсылают документы в виде там Я не буду говорить там требования, грубо, да, отсылают это требование в УДПИ А в дальнейшем денег-то нет Но ликвидация ямочного, это ремонт И УДПИ это просто складывают так в папочку, да, ждет, когда им деньги выделят из бюджета Там дополнительные 5 миллионов рублей И потом начинают с самого низа по бумажке доставать, да Но не выполнение предписаний тоже, по-моему, каким-то грозит штраф Конечно, да, ну что они уже, знаете, они матерые в УДПИ По поводу не выполнения предписаний Там неоднократно и штрафные санкции накладываются Там и прокуратура всегда у них в гостях находится И ГИБДД постоянно пишет Но когда нет системы по ликвидации ямочности Тогда и будут происходить вот те ситуации, которые и есть Плюс система должна быть в рамках гарантийных обязательств Мы же с вами ждем Ну, не мы лично, конечно, не граждане города Кирова ждут А опять же УДПИ, опять же администрация, я хочу сказать Чем они ждут? Ну как, они вот сейчас ждут, когда у нас снег сойдет Потом они... Ну, подождите, на дорогах снег сошел А они ждут, когда у нас снег сойдет Потом они комиссионно в течение двух недель Выйдет на все дороги гарантийные, да Составят акты Почему сейчас не выехать? Вот вопрос-то, почему? Мы неоднократно этот вопрос задаем Говорят, что сейчас это не будет недостоверное сведение Только по той причине, что Ну, у нас же сейчас получается такое межсезонье Грунты ходят Я где-то с ними немножко и соглашусь Но я считаю, это надо делать постоянно Ну, подождите, если на улице производственной есть ямы То их не станет меньше Или там... Их и так уже сейчас видно И все понятно Мне кажется, акт можно составить Улица производственная на сегодняшний день Она не в гарантийных обязательствах На ней только был ямочный ремонт в том году И вы сами видите, к чему это привело Эти ям не хватило даже на полгода Они просто выщелкались И там сейчас большие котлованы Это так это можно назвать уже Которые... Как и на привокзальной площади Привокзальная площадь, она тоже не в гарантийных обязательствах Она тоже была на ямочном ремонте У нас по гарантийным обязательствам Вот те объекты, которые ремонтировались Начиная там с 2016 Ну, 16-й год, это в 2019-м все вышло Да, с 2017-го по сути Вот эти у нас все улицы Которые с 2017-го года ремонтировались В рамках приоритетного проекта А теперь национального проекта Они все на сегодняшний день в гарантийных обязательствах И моя точка зрения, что их надо ежемесячно анкетировать Эти объекты, да Ежемесячно при нахождении повреждения данных автомобильных дорог Высылать акты подрядчикам Которые обязаны незамедлительно Без разницы в какой погодных условиях Выезжать на эти улицы И ликвидировать те нарушения, которые были выявлены у ДПИ А когда мы ждем... Выезжать должно у ДПИ Ну, конечно, они заказчик Они заказчик, они должны выехать на объект Осмотреть его в течение там Ну, и составить акт Вы как общественники можете выезжать? А мы можем выезжать Мы выезжали и выезжать будем, да Но мы можем составить акт и отправить это Но вопрос, как отреагируют? У нас же, понимаете, вот эта замедленная реакция Даже не только на наши акты Но и на акты, на постановления прокуратуры На требования ГИБДД Вот такая есть замедленная реакция Со стороны заказчиков ДПИ По тем объектам, которые существуют И она существует, эта замедленная реакция Не вчера появилась Это системная замедленная реакция, да Которую просто не отработано Просто кому-то неинтересно Когда у нас с вами будет процветать Вот эта зависимость Между областным предприятием Вятавтодоро Городским предприятием ГДМС Когда им будет невыгодно Аварийная же экспо... Ну подождите, у нас сегодня выполняются Какие-то гарантии... Ремонт по гарантийным обязательствам Конечно, они будут выполняться Он выполняется То есть ремонт они проводят Да, только вы поймите Когда они выполняются Когда у нас на дороге становится все сухо К этому времени все дороги Они выбиваются до такой степени Что потом уже эти гарантийные обязательства Они не принесут Того качества, которого бы хотелось Если мы увидели небольшую трещинку Надо выехать и сразу ее залить А они ждут, пока эта трещинка превратится В большую трещинку А того и в яму И тогда, когда они уже подождали Когда эта яма появилась Тогда выезжают И только тогда ее ликвидируют Тогда вопрос Есть ли претензии к качеству? Почему вот сегодня Будь то сфера дорог Будь то сфера, не знаю, питания В школу, детские сады Все время возникают вопросы Почему вот эти подрядчики К которым возникают претензии по качеству Почему они снова допущены к конкурсу? Вот 3 марта прошел конкурс В рамках БКД Разыграли там больше миллиарда рублей Опять ГДМС Опять Вят Автодор Почему их допускают тогда в этом случае Если проблема качества Я понимаю, что субподрядчики Но тем не менее Почему? Нет, даже не субподрядчики Во-первых, у нас никто их не ругает Вы когда-то слышали, что у нас так очень резко ругали ГДМС, Любовят Автодор Что они такие плохие Ну я слышала, что им высказываются претензии Им высказываются претензии Никто их не вносит в черный список Вот почему? Потому что не за что Потому что никто вовремя не... Качество дорожного покрытия Разве это не за что? Это мы с вами сидим здесь И говорим, что у нас качество дорожного покрытия В ужасном состоянии Подождите, а они разве не ездят по этим дорогам? Они ездят по этим дорогам Но они не составляют столько актов Сколько надо составлять Они не заставляют этих подрядчиков Выполнять эти гарантийные обязательства Когда их надо выполнять Эти гарантийные обязательства Ну а почему не заставляют? Народу нет Там ресурсов не хватает Потому что они не хотят, потому что они зависимы, потому что они все подчиняются одной администрации, потому что ГДМС подчиняется администрации, потому что УДПИ подчиняется администрации, потому что они все, можно сказать, едят из одной кубышки, из бюджета города Кирова, да, и кто кому будет каким-то образом заставлять что-то исправлять. У нас заставляют только в том случае, если организации независимы, если, например, берем частный бизнес, отходя в сторону, если он видит, что у него пришел подрядчик, не его подрядчик и выполнил плохо, думаете, он ему заплатит? Да нет, конечно. Думаете, он с него три шкуры не сдерет за гарантийное обязательство? Да сдерет, потому что он считает каждую копейку, а здесь не считает каждую копейку. Поэтому у нас нет конкуренции. У нас, посмотрите, от миллиарда падение всего 4 миллиона сэкономили денежные средства, потому что не хотят они экономить эти денежные средства, потому что так принято. И только когда будет система меняться, тогда и мы увидим качественные дороги. Пока система такая, которая есть на сегодняшний день, мы качественных дорог с вами не увидим, и все будет так, как есть на сегодняшний момент. Мы будем с вами обсуждать в этой студии, что у нас плохие дороги, что у нас плохой. Каждый год будем обсуждать, и каждый год будем это самовидеть. Да, и каждый год будем это видеть, потому что система не меняется, система не хочет меняться, и мы про это говорим не каждый год. Мы пишем по этому поводу акты общественного контроля, мы про это говорим и будем говорить, только по той причине, что если совсем не говорить, то совсем еще не будет меняться. Мы хотя бы добились увеличения гарантийных обязательств. Это тоже был большой плюс с нашей стороны. Мы добились каких-то либо изменений, которые происходили в течение... Но теперь-то можно добиться включить в конкурсную документацию пункты о том, что если подрядчик не выполняет, выполняет некачественно, то исключить его из возможности участия в конкурсе. Это включено, это в рамках 44-го федерального закона, все четко прописано. Если подрядчик выполняет... Тогда почему-то не работает. Потому что никто не понимает, чтобы его включить в черный список, надо выйти в суд. Но как у ДПИ пойдет на своего единственного подрядчика в городе ГДМС в суд, чтобы включить его в черный список? Ну, это плохая будет история, и у нас тогда этого подрядчика не станет. Ну, что вы, это не будет такого просто-напросто. Мы с вами живем в той реальности, которая есть. У нас есть один подрядчик ГДМС, ну, есть еще по области подрядчик ВИАТ Автодор, и все. Всем остальным либо рынок закрыт для развития, да, либо их просто не допускают. Мы это уже наблюдаем не первый год. Было предприятие частное, Абазаорича, где оно сейчас? Ликвидировалось. По какой причине? Да всем известно, по какой причине, мы это тоже уже обсуждали. Вот, и в данной ситуации я не увижу, не вижу больших изменений. Вот пока люди будут терпеть вот тех дороги, которые есть на сегодняшний день. Предлагаю закончить на этом особое мнение. Общественник Константин Сичихин был в нашей студии. Константин, спасибо. Всего доброго. Спасибо за свидание.